Ну что, все так же 35 метров Отстреливаем Anaconda Midrange Тройка 32 грамма в контейнере Фетеровская Глянем Фетр 32 грамма в контейнере 114 дробин Их там всего около 130 штук Вообще офигенно стрельнул Ну мне очень нравится Просто прям выстрел Просто хороший Прям хороший выстрел Предмет охоты Если даже брать Короче он прям до 35 метров Прям вообще везет Сейчас давайте этим же патроном Поскольку он мне понравился Для стрельбы на 35 метров Этим же патроном Фетр сейчас в среднем 40 метров Посмотрим на изменение результата Пока вот на 35 было 114 дробин Заодно так Примерно прикинем стабильность боя Там все дела эти А так вообще для дистанции 35 метров Для тройки хочу заметить Тройка это одна из самых неподконтрольных дробей То есть ее очень трудно держать в узде Идеально Анаконда мидрейндж Прям рулит для близких средних дистанций Пока вот по МРшному Все что я стрелял в СМРке Лучше не видел Пацаны вот 35 Я стрелял где Я еще сделаю вот так вот Раз Два Три Четыре Пять Больших шагов Я уже знаю что они у меня метр Для всех кто хочет сделать мне замечание Я знаю как мне шагнуть Чтобы был метр Я уже по линейке смотрел Да и к тому же тут плюс-минус метр не принципиально Я просто хочу посмотреть границу дистанций Этого устройства На подобранном мною боеприпасе То есть вот мне понравилось Как фетр 32 грамма в контейнере Стрельнул на 35 метров Я его хочу посмотреть на 40 Будет ли он справляться То есть хочу просто Ну определить это устройство Как универсальное До 40 метров к примеру Ну во первых Обратите внимание Что я как бы Вот так вот выстрелил Вот вот сюда вот Куда-то Маленько Но все равно В видимой части листа В видимой части листа 82 дробины Еще сохраняется На 40 метров В прошлый раз На 35 метров У нас было 114 Вот разница в 5 метров И плюс мой промах Но давайте еще раз На 40 сейчас стрельнем Посмотрим стабильность боя На дистанции 40 Вот именно этого боеприпаса И заодно посчитаем Сколько же все-таки он даст При сточном выстреле И перекроет ли он всю мишень Мне вот это не понравилось Но тут явный промах мой То есть влево туда Давайте еще раз стрельнем Раз Два Три Четыре Пять Все вот Взяли мы еще 5 шагов От 35 метров Пойдемте посмотрим Ну вот это уже результат Ближе к сути Вот я сейчас стрельнул Во-первых смотрите Закрыл он у меня Вот значит Вот эту часть мишени Закрыл То есть отработал Вообще ровно По всему листочку Сам вот Центр выстрела Добыт Соответственно Ну надо понимать Еще раз Что это устройство Так нормально Прям работает хорошо Я бы даже сказал Работает на 40 метрах Это всего лишь Мид рейндж Но тут надо понимать Что тут после конуса Еще работает конечно Система анаконда Но тем не менее Тем не менее Это устройство Оно рассчитано Стрелять 25-30 метров И поэтому Если вам надо стрелять Еще более кучно На 40 Берете лонг И стреляйте То есть анаконда Лонг рейндж На АМР 155 Но надо понимать Я сейчас посмотрю Что там у нас было 114 дробин На 35 метров У нас было 114 дробин На 40 метров 103 дробины Да вообще четко Для тройки Куда еще лучше бой Это прям ну реально Тем более мы тройку То не подбирали Пойдемте сейчас На 35 еще постреляем 35 метров Главпатрон В контейнере 34 грамма Велосити Какие-то они там Уже не от одного Слышал из ребят Что тоже стреляете Вроде с них Давайте попробуем Они у меня есть Высокая скорость Ну что-то прям Дало так в плечо Получше 35 метров 104 дробины Велосити Какой-то там Главпатрон Да вообще Все четко Ну вот даже Если вот центр Брать Куда мы целились Раз Два Три Четыре Пять дробин Своих Но опять же Я говорю ребят Это тройка Это раз Во-вторых Это дистанция Которая для этого устройства Она как бы уже критичная У меня есть 32 грамма BP 8,5 Картеч И картеч 8,5 Еще и Хантер Мне что-то Американцы Там на форуме Говорили Что вот именно Мид-рэндж Кто-то Ну Должен стрелять Хорошо картечами Вот я хотел бы Его сразу На МР-ке Проверить Стрельным Сейчас 32 грамма Там немного Картечен Не знаю сколько Но немного Фет Ой это Кто она там была Азот Профи Азот Профи 8,5 32 грамма Тут их всего Наверное 9 штук Но имейте ввиду Что это 35 метров И смотрите Как прилетело Даже вот в этот Круг и собрать Три А если мы возьмем Вот нашу Козу Козу нашу Ха на нашей козе Даже если мы В этой части Мишени Ее возьмем И даже если Она где-то Скакнула И пошла Книзу И даже если Она где-то Вот сюда Вот скакнула Все равно Она взята Смотрите Как хорошо Все Все 9 дробин Которые есть В патроне Они прилетели В этот лист Давайте еще Сейчас Башери Пелагри Тоже посмотрим Вот американцы Они красавчики У них на форумах Вот по крайней мере Которые я посещаю Ну нету воды особой То есть там Если вот Кто-то за что-то Пишет То он не просто Языком мерит Че попало А он реально Это значит Стрелял Как правило Я вот Ну с этим сталкиваюсь И реально Как бы Ну он понимает О чем говорит И за что Вообще говорит Сейчас вот еще Башери Пелагри Стреляем Но это результат Офигенный Даже давайте Вот у меня Два патрона есть Азота Давайте еще На раз Азотом стреляем На 35 Проверим Стабильность боя На картечах В общем Я решил еще Покруче приколоться Давайте на полтинничек Вот мы-то ушли Миша Поверни сюда Камеру Если там можно Если поле позволяет Что это полтинник Вот покажи Попробуем Полтишочек Шмальнем Вот этот же патрон Профихантер Азот Всего 9 дробин Там На 35 Все 9 прилетели Сейчас посмотрим На полтинник Дистанция 50 метров 6 картечин Вот прилетело Я считаю Вообще нормально Для полтинника Одна смотрите Прям в центр Зарядила Вообще То есть Вот берем Нашу Опять же Козу Либо так Она шла Либо вот так Она шла Какая разница Две дробины Она своих найдет Еще и поляшки Где-то зарядит Если бы Вот по центру Вот коза Как мы стреляем Да Вот у нее Там Это нагата Туда-сюда Вот Вот коза По идее В ее Как вот Натуральное величину Ну и что Да у нее Тут просто И хана Вообще Тут и в шее Бо попало И сюда Ну как бы Прям нормально Зарядила бы Всего три дробины На полтиннике Потерял от листа И то я это еще Как бы ну Так сегодня Стреляю У меня еще По идее Погрешно здесь Что я ну Уже начал Как бы это Сдергивать Немножко Подустал Стрелять за целый день Такие дела Давайте сейчас еще Башери Пелагри 35 и И 50 метров И 50 метров Стрельным Башери Пелагри Вот 32 грамма Это сдергивание И лонг рейндж И лонг рейндж Просто красавчики Все четко Прям просто Ну мне все нравится Не вижу Недостатков Каких-то Для дистанции 35 метров Единственное Вот у него Я уже говорил 25-30 метров Срединка Давайте я сейчас Вот этим же Боеприпасом 30 выстрелю Здесь запомним 83 дробины Посмотрим На качество боя На стабильность И заодно Посмотрим Как изменится Количество дроби При изменении Дистанции На 5 метров 83 здесь Азот энерджи Все так же Троечка 36 грамм Давайте вот так вот делаем Раз Два Три Четыре Пять Ну вот они 30 метров Образно говоря Пойдемте Вот смотрите Я вам о чем Хотел показать Опытным путем Вот Его угол Действия Настолько широкий Если конечно Не брать Картечи Картечи Он наоборот Прям лупит Нормально И угол там Раскрываемости Картечен И выхода из Снопа Очень низкий Чем крупнее дробь Тем на этом устройстве Будет выход Из дробового Снопа Угол самого Выхода Ниже Я потом В одной из Передач Там как-нибудь Наших Ну все это Объясню Почему так бывает И вообще Почему это так На 30 метров 115 дробин На 35 метров 83 дробины Вот видите Здесь тоже Все хорошо Обшило Здесь вот Ну тут надо Сказать еще Что Если вот это Вот вы видите То вы должны Понимать Что как-то я Вот так вот Завысил Короче И у нас По сути Центр вот он Примерно Чтобы вы понимали То есть Очень дробь Многие дроби Вот так вот Примерно Дробь еще Ушла вот сюда Вот так вот То есть Сантиметров На 20 Наверное Выше Вот так И этот Весь периметр Я перекрыл Тут даже Целиться Не надо Ну представляете Что у вас Титерев Вот здесь А вы его Даже тут 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 Неважно Где вы его Все равно Добыли Для тех Кто еще Плохо Стреляет Вот это Устройство И больше Ничего Вам не надо Ребят Вы с него Просто Не глядя Стрелять Будете И добывать Сто пудового Вообще Ну и вот Угол Чтобы вы Понимали Все Переходим К однерочкам Осыпь Идеальная Вообще Для тройки Я не знаю Что может быть Лучше То же самое Вы мне еще Можете показать На Гусе Допустим Кот Блэк гусь И так далее Он там Примерно Так же Стреляет Но только Не на Каких то Других Устройствах Насколько Я Ну Как бы так Я не видел Такого Хорошего Такой Хорошей Осыпи На Итальянских Каких то Там Разных Устройствах Не видел Вообще Не доводилось Если только Человек сам Релодит То может быть Что то он Достигнет Там А магазинам Боеприпасам Там ловить Нечего Все Идем дальше Однерочка 36 грамм Главпатрон Био Та которая На Анаконде Творила Чудеса Прям На Анаконде 063 Которая Ложила Прям Четко Даже на Полтинник Если вы Смотрели Эту серию Вы помните Посмотрим Как она На этой Анаконде Отработает На Медренже Я не знаю Сколько Тут Дробин Не считал 61 В видимой Части Листа И Посмотрите Какая Осыпь Она Прям Просто Эта Осыпь Близка К идеальной Прям Вообще 35 Метров Вот Мы Стреляли 61 Однерочка Вот По центру Как бы Вообще Четко Сейчас Еще Какими Однерками Постреляем На 35 Еще Что Подберем И Пойдем На Полтинник Но Это Точно Претендент Стрелять На 50 Метров Ей Мы Будем Стрелять На 50 Метров Сейчас Еще Фетером Стрельным На 35 Посмотрим Еще Тут Я Взял Патрончики Посмотрим Побалдеем Постреляем Однерка 36 Грамм 35 Метров Сейчас Будем Стрелять Полумагнум Фетр В контейнере Ну Вот Фетр Я Маленько Сами Видите Как бы Сюда Стрельнул Ну Вот Он Центр Короче Выстрела 61 Короче Так Он Достаточно В принципе Кучненько Отработал Да Нормально Вообще Ну Не Сказать Что Он Прям Идеально Выстрелил Но Нормально Нормально Вот Я Это Вам И Хотел Заметить Что На Паттермастерах Никаким Боеприпасом Кончено Вообще Не Стреляет Вот Это Я Считаю Выстрелом Не Очень Но Этот Выстрел Не Очень Перестреляет Еще Ваш Даже Полный Чок На МР Причем Смело Перестрелять Хотя Я Считаю Что Можно Было Бы Ровнее И Мы Сейчас Будем Идти Дальше Подбирать Боеприпас И Вы Увидите Что Можно Ровнее Пойдемте Давайте Башери Пелагри 32 грамма Однерку Стрельным Патрон Как бы Не Очень На На Бипи Ж Картеч Полетел А Может Это Полетит Вообще Нормально Вот Для 32 граммового Патрона Вообще Четко Вот У меня Не на Всех Устройствах Летит На Родных Вообще Не Летит На Кексах Вообще Не Летит Вот Кексы Отстреливал Башери Пелагри Вот Этим Однеркой Он Вообще Там Ну Как Не Летит Но Он Там Плохо Работает Не Так Работает Работает Значительно Хуже Вот Здесь Если Взять Я Сами Видите Как Ну Обвысил Опять Что У меня Все Уже Как Ну Подустал Вот Он Центр Вот Он Сам Периметр Выстрела Нашего Да Он Прям Тут Все Возьмет Вообще Все Четко Для Однерки Мы Однерка Я Жу Постоянно Говорю Мы Однерка Не На Мышку Охотимся Это Жу Будет Как Минимум Или Гусик Или Зайчик Ну Это Как Минимум Зачем Еще Где Еще Однерка Нужна Края Все Осыпал Хорошо Очень Хорошо Осыпал Края Вот Здесь Раз Два Три Четыре Дробины Прилетело Еще Идем Дальше Ищем Сейчас Подберем Идеальный Пока У нас Самый Идеальный Отработал Глав Патрон 36 Грамм Без Контейнера Еще Идем Дальше Ищем Однерочка Вот У меня Один Патрон Остался Азот Профи Хантер Однерка Полумагну 36 Грамм В контейнере Стрельнем Уже Его Тоже Посмотрим Ну Тоже Прямо Ну Просто Почти Идеально Отработал Вообще Четко Прям В Листе Вот Видимой Части 58 Дробин Центр У нас Примерно Вот Здесь Вот Как И Есть Да Вообще Прикольно Стреляет Не Устройство Вот Это Что Лонгренж Мне Очень Понравилась Анаконда Для Эмарок Что Мид Ренж Это Прям Вот Ну Вот Мне Компания Говорила Что Им Нужно Сделать Расчеты Там Поставить Производственную Линейку Я вам Так Скажу Они Красавчики Они Просто В Кратчайшие Сроки За Месяц Практически Они Не Только Поставили Линейку И Производство Вот Мид Ренж Лонгренж Устройств Для Байкала Значит Для МР 155 Но Они Еще И Сделали Их Практически Идеальными Устройствами Которые Я вам Говорю В Ближайший Год Два Все Практически Охотники Кто Именно Использует Импланты Различные Они Возможно Даже И Не Будут Использовать Ничего Другого Кроме Как Вот Этих Вот Устройств Потому Что Они Реально Четко Работают Прям Ну Просто Прикольно Мне Нравится Ну Все Пойдемте На полтинник Стрельным Еще Бесконтейнерный 36 Грамм Однерка Я Б мог Еще Поиграть Боеприпасом Просто Нам Надо Еще Один Видос Заснять А Время Уже К Сейчас Один Раз Стрельным На Полтинник Однерка 36 Грамм Это Глав Патрон Без Контейнера Она У нас На Устройстве Хорошо Полетела На 35 Сейчас Мы Ее Затестим На Полтишок Ну Для Устройства Предназначенного Стрелять Я Вам Скажу На Дистанцию До 40 Метров Выстрел На 50 Метров Меня Конечно Порадовал 52 Дробины Все Ровненько Перекрыто Буквально Все Я Думаю Что Гусь Тут Ну Нигде Бо Не Залез Вот Сто Пудово Или Всю Брюшко Бо Ему Бо Разнесло Или Крылья Бо Отшиба Ну Вот Даже Если Мы Рисуем Гуся Вот То Есть Вот В Наш В Наш Вот Этот Как Вот Мы Его Стреляем Ну Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восем Девять Десять Одиннадцать Ну Одиннадцать Дробин Умого Задницу Бо Точно Обнесло Даже Если Вот Его По центру Рисовать Если Его Вот Здесь Вот Нарисуем Все Равно Ему Хана Тут Я Вообще Даже Говорить Не Буду Тут Его Разнесет Вообще В Этой Части Мишени Да Такая Ж Ерунда Здесь Тоже Ему Срыло Ноль Вообще Четко Короче Вот Ну Что Ну Лонг Как бы Он Разбивает Сильно На Коротках А вот Это Устройство Я бы Назвал Даже Знаете Возможно Каким-то Супер Универсальным Для Мерки Он Как Боеблизко Работает Хорошо Можно Боеприпас Подобрать На Любые Дистанции Заканчиваем С этим Устройством Давайте Подводить Итоги Ну Вот И Закончились Наши Предварительные Отстрелы Устройства Наконда Лонг И Наконда Мид Рейндж Наконда Лонг Мы В прошлой Серии Уже Подвели Итоги Наконда Мид Рейндж Всю Дорогу Что Я Устройство Вполне Универсальное И На 25 Метров Ну И даже И на 20 Там особо Она разбивать Ничего не будет И в то же время До полтинничка Прямо Тянуться Можно смело И гуся Можно охотить Если надо Дальше Там И стабильно Стрелять От 10 до 60 Ну Или там От 25 До 60 Метров Там Анаконда Лонг Должна Быть Использована Потому Что Ну Как вы Знаете Невозможно В одном Устройстве Прям найти Идеальное Сочетание Осыпей Чтобы Она И на близких Дистанциях Как бы Ну Не разбивала И в то же время Надалеко Била Хорошо Анаконда Лонг Надалеко Работает Хорошо Но Близко Кучнит То есть Там Вот 25 60 Метров К примеру Здесь В принципе От 50 До От 25 До 50 Вот На мой Взгляд Нет Вернее От 15 При Подобранном Широкого Боя Боеприпас От 15 До 50 Метров Вот Работа Мид Рейндж Насколько Я Вот Ее Оценил Будет Хорошая Широкая Осыпь Рекомендую Ее Всем Кто Плохо Стреляет Потому Что Даже Выцеливать Особо Не Боя Широкий И Очень Плотный И Равномерный Ну Будут Немного Там Где-то Че-то У вас Моменты Возникать Конечно С подвором Боеприпасов Как вы Видели Из Пяти Боеприпасов Два Не Летят Три Летят Надо Подбирать Вот А так В общем Подытожить Что От 15 До 50 Метров Достойное Устройство Способное Работать Практически На Всех Боеприпасах Даже Те Которые Боеприпасы На мой Взгляд Сегодня Летели Не Очень И Все Рано Летели Лучше Чем Любые Ваши Штатные Устройства Ну А Сейчас Что Миша Ставьте Лайки Включайте Там Эти Колокольчики Чтоб Не Пропускать Наши Новые Серии Подписывайтесь На Канал Мы С Вами И Мы Для Вас Сделаем Еще Много Много Очень Интересных Серий Отстрелов Всего Доброго Ребята